Девушки отдыхают Знай ты, что я за собственной семьей уследить не могу Ты б меня размазнёй считал и нихера б не уважал Рассказывай всё, что помнишь, начиная с дня побега И в этот раз я хочу слышать правду Я тогда пил третий день Но пришла Анна и сказала, что они уходят Я умолял её, чтобы они остались Но она не слушала Я пытался её удержать, а она вырывалась и, ну, упала А больше ничего не помню Проснулся утром по боссаных портках и с шишкой на голове А их уже и не было Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? Я... Хер ты что можешь знать Ничего у меня не осталось Ничего Только бутылка А как же следы борьбы, которые я обнаружил в комнате Как же дыра в стене, разлитое вино Мы сцепились Она пыталась меня подсвечником по башке отоварить Ну, угодила сначала в стену Потом в столб Я отступил Налетел на стол Ну, разлил вино и Поскользнулся Анна воспользовалась моментом и на лестницу рванула А всё время с этим чёртовым подсвечником в руке Я её на лестнице поймал Мы упали, я уж думал, всё, схватил её Она вывернулась, и меня подсвечником по голове шарахнуло У меня в глазах аж потемнело Я, может, даже на минуту выключился Тамара была там же? Она всё видела? Ну, разве что из-за двери она в комнату-то не входила, точно А жаль Тогда, может, иначе бы всё сложилось Я на неё едва взгляну И сразу как-то спокойнее становится Что было потом? Потом Потом было ещё хуже Я потом снова проснулся Солнце заходило, а сколько дней прошло, я не знаю Я думал, всё это грёбаный кошмар Пошёл в спальню А Анну уже не застал Зато всюду была кровь Я тогда уже знал Она потеряла ребёнка У меня ком в горло подступил Я Подошёл к кровати И увидел её Она лежала там Маленькая Беззащитная Беззащитная На окровавленных простынях Мёртвая Из-за меня Мёртвых видел Но это, наверное, жуткое было зрелище У меня просто ноги подкосились А я целые поля трупов видел под Содденом Как сжигали чародейка в море Боре видел Но по сравнению с этим остальное Как маленькая писюлька И виноват во всём только я один Этого мы ещё не знаем Талисман, который носила Анна Мог быть как-то с этим связан С выкидышем Что случилось с ребёнком? Я Девочку завернул в чистую простыню и Закопал Вот так просто? Ну не думал я тогда о погребении-то Просто хотел, чтобы всё закончилось уже Я об этом ребёнке же мечтал Я о Нете говорил Вот он родится на свет И всё изменится к лучшему А он умер, прежде чем родился Мой ребёнок умер Понимаешь, ведьмак? Я сочувствую тебе Спасибо Надеюсь, ты найдёшь свою Цири По договору сперва я должен отыскать Тамару и Анну И всё идёт к тому, что в этом нам поможет твоя неродившаяся дочь Как это? Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения, перерождается в Эгошу Во что, сука? Это проклятые существа, которые черпают силу, убивая беременных женщин Когда они становятся достаточно сильными, они нападают на тех, кто причинил им зло Но как? Откуда они знают? Благодаря узам крови И эти узы я собираюсь использовать, чтобы найти твою семью Как? Есть два способа Предания гласят, что Эгошу можно ритуально похоронить под порогом дома Тогда он превратится в Чура Это такой... Дух-хранитель Который сможет привести меня к твоей семье Ага, а что второй способ? Убить Эгошу и взять немного крови В этом случае мне понадобится помощь выражая Не убивай моего ребенка, а Он и без того настрадался Ты расколдуй его Пусть он, наконец, упокоится Прежде всего, Эгошу нужно найти Я покажу тебе, где я ее похоронил И я выкопаю эту самую могилу под порогом Она и так эдак пригодится Если превратить Эгошу в Чура не получится Будет где похоронить нас обоих Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше Лучше всего сегодня в полночь Тогда давай тут подождем А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу Вели людям сидеть по домам И пусть насыпят под дверью черту из соли И постарайся протрезветь Взять лопату Ну, чтобы могилу раскопать Бери пригодится Только могилу раскапывать не понадобится Еще немного Давай за мной Отлично, я ты место выбрал Да оставь ты меня уже Я, сука, знаю, что так не делается Хорошо, что знаешь Яма раскопанная и пустая Что это значит? Что Эгоша вышел на охоту Смотри Возьми его на руки, быстро А если он разозлится? Он же нас мигом загрызет Не повышай голос и не то растревожишь его Пока он спокоен Нихера себе Что ж будет, если он забеспокоится? Он перегрызет тебе шейную артерию И ты истечешь кровью, прежде чем я успею тебе помочь Скажи, если он начнет вертеться Я успокою его магией Подними его Возьми его в руки Боги мои Что теперь? Повторяй за мной Силами неба и земли Силами неба и земли Миром, что не стал твоим домом Миром, что не стал твоим домом Прости меня та, что пришла И кого я не принял Прости меня та, что пришла Ай, кого я не принял Нарекаю тебя именем И скажи его И признаю дочерью Нарекаю тебя Да я И признаю дочерью Хорошо Теперь зарой тело Что теперь? Через сутки Дэя должна превратиться в Чура Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе Я подожду с тобой Исключено Но Ребенок-то мой Я за все в ответе Поздно проявлять родительскую заботу Потом Ты ничего не сможешь сделать Ну я... Никаких но Это работа для Ведьмака Я должен ждать здесь, пока Егоша не превратится в Чура А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства Взываю к тебе силой крови И заклинаю именем Услышь И приди на мой зов Дэя Укажи мне дорогу к своим кровным родичам Что у нас тут? Кости лежат тут уже какое-то время Седло прогрызли Трупоеды становятся все прожорливее Следы огромных когтей Это не трупоед Не хватает подковы Это стечение обстоятельств Или конь потерял ее на старой смолокурне Оторвать башку мог только кто-то очень сильный Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь Будем надеяться, они все-таки выжили И он хочет, чтобы я осмотрел это место А кто это? Идите в другую комнату Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет Ничего не знаем Мне нужны сведения Я ищу двух женщин Жену и дочь кровавого барона Никого тут не было, сударь Может, хоть мимо проезжали? Девушка невысокая, лет 20 Ее мать, худощавая, под 40 Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок Я хочу помочь этой женщине Ей может грозить беда Он никого не видел, сударь Это ж ребенок Привиделось ему Вот я и хочу узнать, что ему привиделось Ну, малец, кого ты видел? Кто здесь был? Тятя привел ночью эту барышню Которая из Лека Очень она боялась Говорила про страшное чудище И что надо вернуться Не знаю куда Тятя с мамой ее успокоили Дали ей новую одежду Потому что ее сильно истрепалось Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться А вы, сударь, не похожи Ни на кого из людей ее отца Потому что я не из них Я ищу Тамару и ее мать Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Аксенфорте А с госпожой Анной тут другое дело Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вронницах У господина барона Почему? Так он ее лупил, сударь Госпожу Анну, значит Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело Я ждал их старой с молокурни Привел коней Лютый был холод, а темно так Что я на два локтя ничего не видел Месяц стоял высоко, а они все не приходили Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило Но, наконец, они явились И отправились мы в сторону реки Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь Я решил было, что мне башку оторвет А вдобавок эти здоровущие птицы Их целые тучи кружили над лесом А крик такой подняли, что аж в ушах звенело Госпожа Анна крикнула И скорчилась Тамара взяла ее за руку И я увидел На ладонях у нее пылали знаки Какие знаки? Ну, такие Будто ей кто железом выжег На ладонях изнутри Выжег? Как клеймят скот? Ну да Только эти знаки были не почерневшие А раскаленные Точно живым огнем светились Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще Словно кто все звезды погасил В одну минуту сверчки утихли А из лесу вдруг такой рык раздался Меня холодный пот прошиб Я дух перевести не успел Как из чащи Выскочило чудище Огромное, что твой сарай рогатая И глаза горят, как раскаленные угли Я-то думал конец мне Только чудище бросилось на коня госпожи Анны Башку ему оторвало А саму ее в лес унесло Наши кони, значит, мой и барышни Тамары Переполошились и понесли, куда глаза глядят Только потому мы избежали Тамара хотела вернуться за матерью Но на счастье жена ее отговорила Убедила, что одной ей ничего не сделать Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал Должок у меня был Перед барышней Тамарой Три луны тому назад Сын мой лежал в горячке И мы уж думали, что не выживет Тамара об этом проведала Принесла еду и лекарства А то у нас нужда такая, что в доме шаром покати Что тут скажешь? Спасла мне парнишку Сам бы я не решился помогать Но жена мне сказала Настал час войны и презрения Час вражды человеческой Теперь должна за добро добром платить Потому что кто стоит без дела Тот все равно, что зло творит Ты женат на умной женщины Жаль вот только госпожу Анну Не спасли Спасибо тебе за помощь А с тетенькой Все с ней будет хорошо Я сделаю все, что смогу Значит, здесь кончается наш общий путь Благодарю тебя, Дея Иди с миром Стойте Погодите Не вы ли Геральт из Ривии? Смотря кто спрашивает Третья отделка значайства Филиал в Дориане Перед вами его представитель Инспектор Хачебор Пятка Моё почтение Ну и в чём дело? В ваших незадекларированных доходах Простите? До нас дошли слухи, что за несколько последних месяцев Вы значительно обогатились Что возбудило наше подозрение У вас более важных дел не нашлось? В данный момент нет Поэтому прошу не выкручиваться А отвечать на мои вопросы Профессия Ведьмак, убийца, чудовищ Так, так Индивидуальный предприниматель Услуги по Дезинфекции, дератизации, демонстризации Далее Вели ли вы когда-либо Оптовую продажу Необработанных коровьих шкур В окрестностях белого сада Это какая-то шутка? Ну, конечно же, нет Хорошо Далее Далее Приобретали ли вы в текущем налоговом году Раковины с целью продажи находившихся в них жемчужин? Даже если и так, что у там плохого? Статья 86 Гражданского кодекса гласит Лицо, умышленно приобретающее товар ниже рыночной стоимости Пользуясь при этом незнанием продавца Подлежит денежному штрафу в размере 200% от полученного дохода А теперь попрошу ответить Торговали вы этими жемчужинами или же нет? Нет, я никогда ничего такого не делал Слово ведьмака А теперь последний вопрос Вы когда-либо присваивали себе чужое имущество? А что это значит? Ах, это значит Проникали ли вы когда-нибудь в чужой дом И забирали ли оттуда что-то без разрешения Да что вы, кодекс ведьмака запрещает Я рад, что вы так уважаете правила вашего цеха А теперь прошу минутку подождать Ответы из графы Б сравниваем с таблицей 7 Учтем коэффициент бездетности Льготу в 7,3% в связи с профессиональным риском Все совпадает с точностью до кроны Ах, в самом деле вы исключительно честны Не могу не согласиться В наше время честность большая редкость За нее обязательно нужно вознаграждать Прошу вас И что же это? Это почетный диплом законопослушного налогоплательщика Я бы повесил его в красивой рамке на самом видном месте Мои поздравления Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... Продолжение следует...